Говоря о международной реакции, я, к сожалению, должен упомянуть позицию одной страны, которая абсолютно противоречит позиции международного сообщества. Это Франция. Я очень сожалею об этом, потому что с начала 1990-х годов отношения между Азербайджаном и Францией развивались в позитивном русле. Было осуществлено много визитов на высоком уровне. Было много деловых контактов. 13 городов из каждой страны заключили соглашение, назвавшись городами-побратимами. Но реакция французского правительства на Вторую Карабахскую войну и антитеррористическую операцию была абсолютно неадекватной. Было предпринято пять попыток вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН и наложить санкции на Азербайджан за то, чего мы не делали. Мы не сделали ничего противоречащего международному праву. Все эти пять попыток провалились, поскольку другие члены Совета Безопасности не поддержали их. После этого было еще несколько попыток ввести санкции против Азербайджана в Европейском Союзе. Эти попытки также не увенчались успехом. Большинство стран ЕС не поддержало их. И, к сожалению, после всего этого произошло то, что совершенно не поддается нормальному пониманию. Во французском городе Эвиан, который раньше был городом-побратимом одного из городов Азербайджана, был совершен акт вандализма в отношении памятника азербайджанской поэтессе Натаван. «Обращаю ваше внимание на красную краску и разбитый нос». И это произошло во Франции как результат того, что Совет Безопасности и ЕС не ввели санкции против Азербайджана. Что же произошло после этого? Французские власти даже не попытались мыть краску или восстановить памятник. Что они сделали вместо этого? Они просто завернули его. И в таком завернутом состоянии он оставался более одного-двух месяцев. Все наши просьбы к французским властям через наше посольство и по другим каналам, а также к мэрии Эвиана прекратить продолжение вандализма, ибо поддерживание памятника в таком состоянии, без всяких попыток смыть с него красную краску, само по себе является актом вандализма, остались безответными и со стороны французского правительства, и со стороны власти Эвиана. Тогда мы стали настаивать на получении разрешения на вывоз памятника, потому что это было оскорблением для нас. Это было унижением. И в такой стране, как Франция, которая претендует на роль морального лидера, подобные вещи во многих случаях неприемлемы. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы вывезли памятник из Эвиана и доставили его в сад Азербайджанского культурного центра в Париже, где он и находится по сей день. Вот вам показательный пример того, с чем мы сталкиваемся после того, как восстановили свой суверенитет. Это иллюстрация двойных стандартов. Франция, которая заявила, что отправит войска в Украину, чтобы помочь ей восстановить свою территориальную целостность, пытается наказать Азербайджан за восстановление собственной территориальной целостности.